Добрый день, уважаемые наши телезрители. Сегодня вовсю развернулась кампания по ревакцинации. Но говорить вовсю, наверное, преждевременно, потому что с кампанией по вакцинации это не все гладко. По данным последним, в России на сегодняшний день провакцинировались около 31% населения. Такие темпы вакцинации не дают оснований для того, чтобы формировался тот самый вожделенный коллективный иммунитет. О ревакцинации мы сегодня поговорим с нашим уважаемым гостем, доктором биологических наук, профессором Казанского федерального университета, директором научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины, нашим уважаемым специалистом по генетике и биологии Трезвановым Альбертом Анатольевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Альберт Анатольевич, я уже в водной части прорисовал то печальное состояние дел, связанное с сознательностью населения по вакцинированию и по ревакцинированию. Сейчас как страхи плодились, так они и плодятся. Есть и движение антиваксеров, и слабая динамика вакцинации, она привела к тому, что сейчас как 800 смертей по России каждый день идет, то и цифры колеблются около этого показателя, так и вся эта история продолжается. Поток заболевших коронавирусом очень большой, больницы все так же работают с загрузкой, и не видно пока конца края, и уже во все разговаривают о четвертой волне коронавируса, коронавирусной инфекции. Альберт Анатольевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что мешает сейчас провести вот эту полномасштабную кампанию вакцинации? Не говорю уже о ревакцинации. Как бы смешно это ни звучало, но именно открытость общества является на данный момент препятствием. По сути, своей коронавирусной инфекцией, COVID-19, стала первой пандемией, которая даже не сколько медицинская и биологическая проблема, сколько социальная проблема. То есть открытость общества, открытость социальных сетей, где каждый человек может выразить открыто свое мнение, зачастую не подтвержденное никакими фактами, то есть нагнать истерию, нагнать панику, это стало трендом человеческой цивилизации текущей. И это на самом деле не первый пример. Тот же Brexit, те же выборы в Соединенных Штатах Америки. Есть масса примеров, как социальные сети полностью меняют ландшафт современного общества. То есть как люди общаются, как люди воспринимают информацию. Кто хотел манипулировать, получили огромный инструмент для манипуляции. И COVID-19 стал первой пандемией, где этот инструмент, к сожалению, очень ярко проявляется. С другой стороны, эта проблема отчасти российская. Как бы тоже это не грустно звучало. Потому что за рубежом абсолютно никаких таких настроений нет. В Америке, в Европе люди в очередь выстраиваются. Я общаюсь со своими коллегами. Можно даже пример Израиля продемонстрировать, где практически поголовно всех провакцинировать. Это немножко другое. Пример Израиля, где поголовно, скажем так, ну, во-первых, конечно же, сознательность общества. Во-вторых, доступность вакцины была поголовной. А вот в Америке и Европе ощущался дефицит вакцин. И там люди, как я уже сказал, выстраивались в очередь. Почему? Потому что очень дорого болеть. Если ты даже с обычным насморком не вышел на работу, то будь добр потерять деньги. А если ты загремел в больницу, то это там день нахождения в больнице обходится в несколько тысяч долларов или евро. То есть это просто очень дорого болеть. У нас же у населения складывается такое настроение, что государство мне должно, вот я заболел, вот меня лечите. Но я при этом не хочу вакцинироваться. Поэтому это мой личный выбор. Но вот если я из-за своего личного выбора заболею, как бы лечите меня. И какая плохая система здравоохранения, потому что меня якобы плохо лечат. Хотя, как показала опять вот эта вот пандемия, система здравоохранения России оказалась гораздо более готова к таким вызовам, чем система здравоохранения в других странах. По крайней мере, у нас, как вот в Нью-Йорке, или в Италии, где на газонах перед университетами, опять вот мне мои коллеги сообщают, буквально машины с телами одно время парковались. Просто потому, что система здравоохранения оказалась в пиковой нагрузке, не готова к такому количеству пациентов. И опять большой вопрос связан с доверием к государству, с доверием к власти. Сейчас, к сожалению, в России наблюдается определенный дефицит такого доверия. И поэтому, когда власть обоснованно говорит, что нужно вакцинироваться, все думают, а нет ли у этой власти какого-то второго или третьего дна этого лозунга. Потому что, к сожалению, люди немножечко устали от политики, устали от кризисов. И когда реальная ситуация требует решительных действий от властей, власти не всегда, как я считаю, идут на решительные меры. То есть все-таки здоровье граждан это должно быть превыше всего, превыше, может быть, даже каких-то политических амбиций. И я лично за более решительные меры по вакцинации. Но, опять, мы живем в открытом обществе, в свободном обществе. Принуждать. И, с одной стороны, мы не можем принуждать, уважая право каждого. С другой стороны, от этого в целом страдает общество, потому что пандемия продолжается, и она продолжает уносить жизни. Альберт Анатольевич, может быть, еще один фактор такой, это то, что люди запутываются сейчас и в количестве вакцин, и в информации об этих вакцинах, которые зачастую иногда даже подается. Вот вы правильно сказали, что любой может баламутить без всяких особенных усилий. И люди запутываются в названиях вакцин, люди запутываются в эффектах от этих вакцин. Вот сейчас у нас в России как бы четыре такие вакцины, которые на слуху, наверняка их еще больше, потому что все-таки наука работает. Нет, зарегистрированных, как лекарственные препараты, четыре. Да. Но на подходе еще... Ну, их много на подходе. И здесь спутник, здесь векторный наш спутник, который прошел все клинические испытания, по которому наработана уже огромная статистика, есть путник Лайт, который сейчас используется при ревакцинации, есть эпивак корона, пептидная, и есть Ковивак, которые, по моей информации, еще клинические испытания... Нет, нет, они все прошли все необходимые клинические испытания. То есть это зарегистрированы лекарственные препараты, иначе бы их не зарегистрировали. Но... То есть они все прошли полный цикл клинических исследований. Хорошо. Вот эти четыре вакцины, чем они все-таки отличаются друг от друга? Вот население-то смотрит на эти четыре вакцины и подпитывается разными слухами. Вот была одно время мода на Ковивак, или многие говорят, допустим, эпивак корона, она неэффективна. Были даже исследования, печатались какие-то псевдоисследования на эту тему, что эпивак корона, она слабая, она не работает. Были вопросы и по спутнику Лайта. Вот коротко и доходчиво поясните, пожалуйста, суть и различие этих вакцин. Ну, начну с нашей, как бы, самой передовой вакцины. Это спутник. Как вы сказали, это векторная вакцина. То есть в качестве вектора, то есть переносчика, выступает другой вирус, аденовирус. То есть в этот аденовирус у него вырезали все плохое, и вставили один только ген коронавируса. И этот вирус, попадая в организм, он не может размножаться. Но он может доставить этот ген коронавируса. Этот ген начнет работать и какое-то время непродолжительное вырабатывать вирусный белок. И уже иммунитет узнает этот чужеродный белок, чужеродный антиген и вырабатывает защитный иммунитет. То есть это и антитела, которые могут потом связываться с вирусом и нейтрализовывать его, и клетчатый иммунитет, Т-лимфоциты, которые также специфически узнают чужеродный объект, в данном случае вирус, и убивают клетки, которые заражены этим вирусом. То есть по сути своей, это как будто настоящая инфекция. То есть другой вирус проникает в организм, но иммунитет узнает, как будто это действительно произошла инфекция коронавирусом. Очень хороший иммунный ответ вырабатывается. Эффективность высокая? Эффективность очень высокая, и она показана не только российскими исследованиями, но и зарубежными. Там много других биологических факторов тонких, но хочу сказать, это очень ядреная, очень хорошая вакцина. Теперь спутник Лайт. К тому названию уже. Это какая-то облегченная вакцина? Спутник Лайт – это всего лишь первый укол от спутника ВИ. То есть один в один. Но чтобы получить сертификат прививки, все-таки нужно прививаться, чтобы на коробочке было написано спутник Лайт. Потому что если вы пойдете, приведетесь спутником ВИ первым уколом, но не сделаться вторым, с биологической точки зрения вы вкололи абсолютно тот же самый препарат. Но с юридической точки зрения спутник ВИ вы обязаны уколоться и второй раз, вторым компонентом, для того, чтобы система вас зарегистрировала как полностью привитым. Вот этот второй укол при спутнике ВИ, что он дает, если можно уколоться одним первым уколом? Это на самом деле несколько уколов для вакцин, это стандартная технология. Второй и последующие уколы для некоторых других вакцин, они усиливают действие иммунитета. То есть первый укол иммунитет, условно говоря, начал вырабатываться, второй ты закрепляешь иммунитет. Это как, например, в боксе. Ты можешь один раз ударить, а можешь двойкой пробить. Понятно, что двойка более эффективна, потому что первый удар уже подготовил организм ко второму удару. А также и с вакцинами. Почему спутник ЛАЙТ один укол? Как вы правильно отметили, это в первую очередь для ревакцинации. То есть для людей, которые уже вакцинировались, у них уже на самом деле организм выработал иммунитет, у них есть память иммунологическая. И все, что им нужно, это напомнить об этом иммунитете. То есть не сформировать с нуля заново, а напомнить. И с этим прекрасно справляется и один укол в составе спутника ЛАЙТ. То есть нет ничего страшного, когда пишут про спутник ЛАЙТ, что эффективно 70%, мы все понимаем, что это ваша хорошая аналогия, удар двойкой, что это всего-навсего первый удар. 70% для людей, у которых не было никакого иммунитета до этого. Вот если ты не болел, не вакцинировался, у тебя нулевой иммунитет к коронавирусу, и ты привьешься спутником ЛАЙТ, то действительно он тебя защитит только на 70%. Ну, по статистике. Но если ты переболел, если ты до этого вакцинировался, то у тебя уже есть иммунитет. Тебе не нужно с нуля формировать иммунитет, тебе нужно только напомнить. И здесь эффективность близка к 100% в случае, если спутник ЛАЙТ использовать в качестве препарата для ревакцинации либо вакцинации после перенесенного заболевания. То есть ничего страшного нет? Нет, нет, абсолютно нет. Давайте перейдем к третьей вакцине. Эпивак корона. Вокруг эпивак короны в медийном поле разразилась настоящая ваконалия. Одни говорят, что это пептидная вакцина, неэффективна, что организм не формирует иммунный ответ на нее. Другие, наоборот, говорят, раз это зарегистрировано, как вы говорите, и прошли все необходимые испытания, значит, она эффективна. И где правда, Альберт Анатольевич? Вот здесь вы правильно сказали. С одной стороны, вакцина прошла клинические исследования, которые показали эффективность. С другой стороны, не было той степени открытости, которая, например, характерна для спутника. Вот по спутнику вообще ни у кого в мире вопросов нет, потому что опубликовали все данные в ведущем медицинском журнале международном. Lancet. Lancet. И производители, разработчики раскрыли всю информацию по этой вакцине. Чего не произошло для эпивак-короны и кови-вака. Это не значит, что они не работают. Просто, как я уже сказал, степень открытости не позволяет специалистам в области независимо провести экспертизу. Более того, вот эпивак-корона, это, как вы сказали, пептидная вакцина. Оценить эффективность этой вакцины можно только с помощью тест-системы самого вектора, то есть производителя вакцины. То есть если вы пойдете после вакцинации эпивак-короной в лабораторию какую-нибудь клиническую, они сделают, конечно же, вам тест, но он будет абсолютно бесполезен, потому что коммерческие тесты или тесты в клиниках не подходят для анализа иммунитета, который вырабатывается в ответ на эпивак-корону. И поэтому мы, как ученые, пока мы сами пощупать не можем, тоже не можем поверить в это дело до конца. По крайней мере, мы верим, но просто я, например, не могу сказать, что да, я гарантирую, что это работает. Во-первых, меня никто и не спрашивает. Во-вторых, по отношению к спутнику и к ковиваку, мы в нашей лаборатории в Казанском федеральном университете провели исследование и показали, что действительно у вакцинированных спутником и к ковиваком вырабатываются антитела, вырабатывается клетчатый иммунитет, а по эпиваку мы просто не можем провести такие тесты. Но, с другой стороны, государство ставит свою подпись под тем, что этот препарат работает. Он действительно менее, скажем так, ядреный, чем другие вакцины, но это может быть и неплохо, потому что всегда есть баланс между эффективностью и безопасностью. Эта вакцина лучше подходит для людей, согласно производителю, у которых проблемы с иммунной системой, аллергии или какие-то другие хронические заболевания. Да, она помягче, но по эффективности, возможно, ниже, чем такие, скажем так, ядреные вакцины, как спутник. То есть эпивак короны – это больше вопрос веры, нежели чистого научного. Да, к сожалению, на данный момент это так. Хорошо. Теперь четвертая вакцина была на одно время очень модная, это кодевак корона, это старые, добрые, как можно сказать, кандовые. Классическая, нет, не кандовая, это классическая технология. Классическая технология – ослабленный вирус. Убитый. Убитый, ослабленный вирус. Наверное, все-таки лучше убитый, да, вирус? Убитый. Там нет ничего живого. Ослабленный – это все-таки у него, он еще может заражать клетки, и при слабом иммунитете может воспроизводиться. То есть эти вакцины на самом деле очень хорошие, просто их очень тяжело разрабатывать и тяжелее контролировать их безопасность. А вот убитый вирус, там все понятно. Ну, это подход, старый добрый классический подход еще со времен Луи Пастора. Вот, и мы здесь тоже сейчас наблюдаем. Был сначала некий ажиотаж вокруг короны, но сейчас этот ажиотаж ушел, и вы, как говорите, это действительно хороший иммунный ответ дает, и безопасно, и эффективно. Да, она, конечно, менее эффективна в наших тестах, чем спутник, но опять, она субъективно мягче, то есть меньше побочных эффектов, хотя и у спутника побочные эффекты не такие уж тяжелые на самом деле. Да, бывает покраснение, болезненность, температура. Кови-вак принимается легче, и именно поэтому люди часто приходят к нам, потому что после уколов они не чувствуют побочек, приходят, и мы, анализируя комплексный иммунитет, показываем, что да, вот здесь она чуть-чуть, может быть, не дорабатывает, но зато вот здесь вот она отработала свое, и в целом организм защищен. Вот о побочных эффектах. Мы были свидетелями, ну, это благодатная почва для антиваксеров, побочные эффекты, и некоторые люди, которые хотят решиться на вакцинацию, и на ревакцинацию, они побаиваются этих побочных эффектов. Вот, да, была компания, помните, AstraZeneca, когда, зарубежная вакцина, когда было очень много проблем, связанных с тромбообразованием, со смертями внезапными, и... Вот абсолютно не очень много проблем. Это все, опять-таки, раздули. Более того, вакцина AstraZeneca до сих пор отлично продается в мире, потому что там количество проблем исчислялось десяткам, при этом вакцинировано было десятки миллионов человек. То есть у нее отличный, в принципе, послужной список, профиль безопасности. И я видел зарубежные публикации, там, англосаксы против, там, это новый свет против старого света, друг друга поливают грязью. Так вот, был сравнительный анализ побочных эффектов вакцин от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, других вакцин. Так вот, сравнительный анализ не выявил какого-то значительного повышения побочек, особенно тяжелых у AstraZeneca. Все примерно одинаково. То есть примерно, кто как считает, так и получится. То есть шельмовали намеренно, получается, AstraZeneca? Тут не шельмовали, просто как бы, это большой рынок, это большие деньги. Понятно, что вот сейчас французов кинули с атомными подводными лодками, там попытались Европу кинуть с вакциной, то есть это все средства хороши, бизнес есть бизнес. Понятно. Побочные эффекты, связанные с спутником, спутником Лайтом, отставшимися двумя вакцинами, все равно они есть, и люди отмечают ломоту, температуру, головные боли и прочие-прочие-прочие вещи, но это проходит буквально на второй день, и эти побочные эффекты наблюдаются не у всех. Там какая-то часть населения, да, ведь только страдает? Ну, как всегда, кому-то помогает, кому-то не очень, но в данном случае, да, есть индивидуальные особенности организма, иммунитета, и у кого-то есть побочные эффекты, у кого-то их нет. Но в целом, к счастью, все достаточно безобидно. Да, повышается температура, причем опять, по субъективным мнениям, старшее поколение лучше переносит спутник Ви, чем молодые. У нас в лаборатории через одного было повышение температуры, ну, правда, небольшое, в районе 37 градусов, кратковременное. Но это ведь о чем говорит повышение температуры, что организм борется с инфекцией. То есть это значит, что организм увидел эту вакцину и начал усиленно вырабатывать иммунитет. То есть лучший ответ, иммунный ответ. Ну да, опять вот по аналогии спортзал, ты можешь ходить, там не потея, легко, ну и результата будет примерно столько же. Если же ты как усиленно поработал, там с тебя пот градом течет, то и результат будет налицо. То же самое с иммунитетом. Если иммунитет увидел, чужеродный агент начал с ним бороться, поборол его, выработал память, иммунологическую иммунитет, ну, значит, ты защищен. А если, как бы, вакцина слабенькая, как водичка, ну и какой от этого смысл? Поэтому здесь я бы не сказал, что это совсем уж плохо. Альберт Анатольевич, но все равно, вот представьте, человек сделал укол вакцины, допустим, спутник, сделал второй укол. У него все хорошо, нормально, ни температуры, ничего этого нет. Это что, у него, значит, иммунный ответ слабенький и никакой? Нет, это я уж так условно говорю. К счастью, защита после двух уколов спутником составляет на уровне 93%. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80%, что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50%. То есть есть случаи, когда там была 50,4% эффективности вакцины, и ее регистрировали, ну, просто потому, что есть такие вот правила. Поэтому от 80% до 90% эффективность защиты спутником это очень хороший показатель. То есть, спасибо, вы его успокоили. То есть, получается, что если даже температуры нет, иммунный ответ все равно хороший. и здесь, опять, очень важно, то, что ты иммунизировался, не значит, что ты в домике, все хорошо, как бы, и ты защищен. Как я уже сказал, все-таки, от 80% для новых штаммов, 90% против старых штаммов процентов эффективности защиты, а это значит, что все равно от 10% до 20% людей будут слабо защищены от коронавирусной инфекции. И более того, вакцина не защищает от инфекции, она защищает от тяжелого протекания инфекции, то есть, от средней тяжелой тяжести и госпитализации. Уважаемые телезрители, сейчас статистика поступаемая с наших ковид-госпиталей, в наших больниц, где, куда уложатся люди с ковидом, она ярко свидетельствует о том, что 99% людей с тяжелой формой, со средней формой поражения, они не вакцинировались. Поэтому берегите себя, вакцинируйтесь, вы себя можете обезопасить как минимум от тяжелого течения, болезни, которая может настигнуть любого, в том числе, как и говорит Альберт Анатольевич, и вакцинированного, и не вакцинированного. Просто это гарантия от того, что вас не будут тащить на ИВЛ, не будут с вами проводить реанимационные мероприятия, вы не будете потом восстанавливаться годами после переболения, когда переболеете этой болезнью. Берегите себя, вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь. Альберт Анатольевич, вот сейчас идет кампания, действительно, и вакцинация продолжается, ни шатка, ни валка, темпы упали, конечно. Сейчас пошли дети в школу, студенты, в вузы, и начинает подниматься четвертое, так уже люди говорят, и в средствах массовых информации, начинают называть это четвертой волной коронавируса, потому что люди, дети, дети, студенты, когда приходят домой, после вот этого кучкования в своих коллективах, они приносят, они в легкой форме переболевают, но они это приносят в свои семьи, и вот эта волна, она неизбежна, плюс осеннее ослабление организма, осенью всегда люди подвержены болезням, и сейчас ваше вообще мнение, ваше вообще мнение, вот ревакцинация, сейчас вопрос стал о ревакцинации, нужно ее делать, не нужно, в какие сроки, потому что очень много вопросов люди задают именно по ревакцинации. Ну, вот я лично считаю, что вакцина, по крайней мере спутник, работает в течение года однозначно. Другое дело, что появляются новые штаммы, и требуется усилить иммунитет, для того, чтобы защититься от этих новых штаммов. И есть категория граждан, работников, где работодатель требует ревакцинацию. То есть, если по закону от вас требуют ревакцинироваться, по регламентам каким-то, то тут делать нечего, нужно просто исполнять те рекомендации, которые существуют. Если же вы обычный гражданин, на которого не распространяются дополнительные какие-то правила, то я считаю, что достаточно вакцинироваться раз в год на данный момент. И ревакцинироваться. И ревакцинироваться, если только не будет дополнительных каких-то рекомендаций от Минздрава. Понятно. То есть, вы поддерживаете именно вот эту ревакцинацию? Ничего страшного не произойдет. Я знаю, что, да, недавно вышла статья, тоже вот в Лансете, где ряд ученых высказали предположение, что ревакцинация может повысить риски развития некоторых осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, с аутоиммунными заболеваниями. Но хочу сказать, что это была теоретическая статья. То есть, это не были практические исследования. Это было чье-то мнение просто. Ну да, по сути, свои люди высказали свое мнение. Ну, правда, с трибуны такого большого... Авторитетнейшего. Авторитетнейшего. Одного из журналов. Но хочу сказать честно, это не является истиной в последней ситуации. Очень часто такие журналы политизированы и в этом журнале, и в других журналах, например, в Nature, в Science. Отзывают статьи, просто потому, что последующие исследования показали, что ученые, коллектив, был неправ, неправильно интерпретировали, неправильно провели эксперименты, была ошибка, либо даже фальсификация, к сожалению, такие вещи случаются. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, нужно не забывать, что с одной стороны есть опасность побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе серьезных побочных эффектов, один на сто тысяч или даже один на миллион. А с другой стороны есть последствия перенесенного заболевания. То есть, если ты заболеешь, то у тебя шанс умереть несколько процентов, а еще 20-30 процентов, что у тебя будет тяжело протекать заболевание, но даже если оно протекает в легкой форме, это потребует несколько месяцев восстановления после этого заболевания. Вот ты и думаешь, то ли вакцинироваться и скорее всего, ну не скорее всего, а максимум, что тебе грозит, это один-два дня легкого недомогания, либо переболеть и на своей шкуре испытать всю тяжесть побочных эффектов от этого очень тяжелого заболевания. С неизвестным исходом. Конечно, с неизвестным исходом. Это русская рулетка. Вот, Альбер Анатольевич, вы совершенно правильно сказали о том, что действительно это была нашумевшая публикация вот этого 13 сентября, которая вышла в Ланцете, сам авторитет журнала. Вот эту сейчас публикацию подняли разного рода антиваксеры на свои знамена и везде сейчас доносится из их уст, что вот видите, доказали в самом авторитетном журнале, что ревакцинация зло, ее делать не надо. И так у нас после первой вакцинации есть иммунный ответ, он теперь на всю жизнь нас защищает. И вот это вот сейчас вот это вот сейчас риторика антиваксеров, вы как показываете, она покоится на ненадежном доказательном фундаменте статьи этого журнала. Так как я уже сказал, это теоретические работы. Но с другой стороны сейчас начали копья ломать о ревакцинации, так вы хотя бы первый раз вакцинируетесь. У нас в принципе людей, которые в первый раз вакцинировались в стране, к сожалению, не так много. Поэтому я бы даже особо не переживал по поводу ревакцинации, я бы больше сделал упор на том, чтобы как можно больше людей получили хотя бы первую вакцину. Потому что смотрите, в чем здесь опасность. Если низкий темп вакцинации, то вирус успевает приспособиться к вакцине, приспособиться к существующему иммунитету, и именно поэтому появляются новые штаммы коронавируса, которые более опасны для людей и более устойчивы к вакцинам. То есть на самом деле растягивая процесс вакцинации, мы наносим ущерб всему обществу. И здесь речь не идет о личной даже свободе гражданина. Понимаете, когда кто-то говорит, я не вакцинируюсь, потому что это мое решение, я сам принимаю решение о своем здоровье. Но это не так. Он тем самым лишает меня права на безопасное существование, на то, что я буду жить и не болеть. Потому что если потом он заразится, ой, извините, я как бы вас заразил. Но тут уже извинения на хлеб не намажешь. Если особенно это привело к смерти или инвалидизации других людей, по сути своей это преступление. То есть это похоже на то, как в самолете кто-то пытается открыть иллюминатор, подышать воздухом, так сказать. Ему хочется покурить, воздухом подышать. Я бы даже не сказал так. Это больше когда человек выпил, например, и сел за руль. Типа, я нормально, да я доеду до дома. И потом как бы сбивает и уже конечно же там раскаяние, но уже ситуацию обратно не вернешь. То же самое с вакцинацией. Сейчас вот люди попадают в больницу невакцинированные, тяжелые, и все, вот уверяю вас, даже антипрививочники на постели больничной раскаиваются, что не вакцинировались. Но уже поздно. А вот еще один аргумент у так называемых антиваксеров. Они говорят окей, есть безответственные люди, это мы антиваксеры, есть ответственные, которые делают прививку, но их мало. А вот поскольку их мало, инфекция будет мутировать. Каждый день нам сообщает лямбда, гамма, дельта, которая сейчас все заполонила, появятся еще новые. И в корейшем итоге из-за вот этих мутаций все эти вакцинации, они станут ненужными, поскольку новые штаммы будут обходить эти, обходить иммунный ответ вызываемый вакцинами. И вот есть такая логика, зачем это делать, все равно ничего хорошего за это не получится. Ну, даже плохая вакцина лучше, чем отсутствие вакцины. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения в принципе считает 50% эффективности уже достаточной. Дело в том, что вот ожидая лучшего, как-то лучший враг хорошего. Сейчас вакцины, они хорошие. Даже против самых злостных новых штаммов эффективность превышает 80%. И более того, 80% это ведь еще связано с тяжелым течением заболеваний. То есть, мое мнение это, что если ты не вакцинировался, если у тебя нет иммунитета, то ты рискуешь очень серьезно и своим здоровьем, и здоровьем своих окружающих, своих близких. Поэтому ждать нового препарата, который закроет все штаммы, ну, такого обычно не бывает. Вот даже с вирусом гриппа как бы вакцины обычно эффективны в районе 50-60% ежегодно, но этого достаточно, чтобы избежать тяжелых пандемий. Здесь же вакцина вообще, я считаю, очень хорошо удалась и в России, и за рубежом, и грех не пользоваться плодами цивилизации. Кстати, о гриппе. Вот я недавно сделал ревакцинацию спутник Лайтом, и, ну, вот у меня была привычка раз в год, я делал прививку от гриппа, опять-таки, руководствую чисто утилитарными, надо по работе, не выпадать, конечно, не выпадать из этого ритма, и сейчас я чешу голову, и не знаю, делать мне, наверное, и чешут голову тоже, наши уважаемые телезрители, делать ли прививку от гриппа, если есть еще дополнение, идет ревакцинация от ковида? По правилам можно делать прививку от, ну, другую прививку через месяц, то есть, если, условно говоря, вы вакцинировались или ревакцинировались от ковида, то через месяц можно сделать прививку от гриппа, без проблем. То же самое, если вы сделали прививку от гриппа, то ревакцинироваться от ковида можно через месяц. И в таком случае никакого конфликта, никакой драки между вакцинами не произойдет. То есть, организм нормально с этим справится? Да, но если сейчас решать, что лучше сначала, от чего вакцинироваться, от ковида или от гриппа, то я бы рекомендовал вакцинироваться от ковида, потому что он уже здесь и сейчас, он вокруг нас. А грипп, пока эпидемиологическая обстановка не напряженная по отношению к гриппу. Но эксперты ожидают, что в этом году возможен всплеск и этого вирусного заболевания, потому что прошлый год прошел благоприятно, то есть в целом популяционный иммунитет снизился от гриппа. И есть все шансы, что в этом году мы получим вспышку и гриппа. А грипп, хочу все-таки отметить, это такое же тяжелое заболевание, как ковид. Смертность примерно одинаковая. Просто, к счастью, грипп менее заразен, то есть он хуже передается от человека к человеку, то есть у него индекс вот этой вот передачи ниже. Но по тяжести заболевания, по последствиям после перенесенного заболевания, он сопоставим с ковидом. Еще один такой вопрос Альберта Анатольевича. Вот люди, которые, не повезло людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, у некоторых есть уверенность, мы получили естественным образом антитела, они нас хранят, оберегают, вот они вот ходят и делают, некоторые не ходят, делают анализы на антитела, машут этими листочками, титрами, зачастую не понимая даже значения этих цифр и в общем-то самого содержания этого понятия и говорят, мы защищены, мы не будем вакцинироваться после перенесенной болезни. Что вы на это скажете? К сожалению, после болезни иммунитет вырабатывается у всех по-разному, он очень индивидуален и есть работы, которые показывают, что тем легче человек перенес COVID-19, тем в среднем у него хуже выработанный иммунитет. поэтому гарантировать, что после перенесенного заболевания вы будете защищены так же, как после прививки, к сожалению, никто не может. На данный момент неизвестно, какой уровень антител является защитным, то есть сколько антител достаточно, чтобы защитить. Дело в том, что те тесты, которые делаются в лабораториях государственных, коммерческих, они измеряют общее количество антител против коронавируса. Они не измеряют количество антител, которые специфично нейтрализуют, то есть связывают и нейтрализуют вирус. Может, какие-то другие анализы делать, более дорогостоящие? Сейчас мы внедряем эти анализы в университетской клинике. Более того, антитела это только часть защитного иммунитета. Это как одна рука. Вторая рука иммунитета это клеточный иммунитет. И в Казанском федеральном университете мы единственные в регионе, кто делает тест, который позволяет оценить клеточный иммунитет против COVID-19. И только анализ как антител, так и клеточного иммунитета позволяет сделать полный иммунологический паспорт, то есть полностью оценить, насколько иммунитет защищает человека от коронавирусной инфекции. Но это не гарантия. Но это не гарантия. Даже если у тебя полностью выработанный иммунитет, есть шанс, что ты заболеешь. Но просто скорее всего в 99% в районе 95%, что ты заболеешь в легкой форме. По крайней мере, и это не потребует госпитализации. Хотя есть люди, которые болеют и тяжело и после повторной инфекции, либо после вакцинации, потому что, как я уже сказал, стопроцентной гарантии нет нигде. Просто ты покупаешь условно говоря 90% гарантию. а нужно ли вообще человеку, взрослому человеку, переболевшему, у него и так организм ослаблен, ослаблен из-за перенесенной болезни, там восстанавливаться надо достаточно долгое время, еще очередной удар по его здоровью. Все зависит от условно говоря где ты работаешь. Если требуется ревакцинация, повторная вакцинация после перенесенной болезни, то это требуется через 6 месяцев. Все-таки за 6 месяцев организм достаточно восстанавливается, то есть у большинства людей полностью восстанавливается за 6 месяцев. обычно за 1-2 месяца происходит восстановление у подавляющего большинства людей. Так что 6 месяцев это достаточно срок для того, чтобы организм восстановился, плюс вакцина это все-таки не болезнь. То есть мы не подвергаем организм такому же стрессу, как обычная болезнь, как при болезни. поэтому говорить, что человек то есть вакцина даст слишком большую нагрузку на организм, я бы как бы поостерегся от таких заявлений. Все-таки вакцина это не болезнь. Это тренировка. Вакцина это тренировка. То есть это разница как между настоящей бронебойной пулей и каким-то резиновым мячиком. Хорошая аналогия. Альберт Анатольевич, а вот сейчас среди населения, некоторые части населения, можно сказать, богатые и зажиточные, появилась мода на импортную вакцинацию. Очень хвалят Pfizer, Moderna. Они говорят, прямо пишут у себя в сетях и друг другу, что это самые супер-пупер продвинутые вакцины, а это матричные матричные РНК. Это значит, они формируют такой супер-иммунитет, и богатые зажиточные люди даже едут в зарубежные клиники, пытаются вакцинироваться там. И так ли это вообще? Это хорошие вакцины? Никто не спорит. Лично я считаю, что векторные вакцины более эффективны, просто потому, что там идет более длительная выработка синтез чужеродного белка, за счет чего иммунитет дольше вырабатывается. Не дольше вырабатывается с точки зрения, что занимает длительное время для выработки иммунитета, а в том, что его раздражают на протяжении длительного времени, что приводит к еще более сильной реакции организма, к еще более сильному иммунитету. Я вообще за то, чтобы вакцин было много. Поэтому было бы здорово, если бы импортные вакцины были сертифицированы и в России, и допущены на наш рынок. Как и с любым открытым обществом, чем больше у людей выбора, тем лучше. С точки зрения побочных эффектов, я бы не сказал, что импортные вакцины более безопасны, чем спутник Ви, например. Опять, у меня есть знакомые, которые вакцинировались за рубежом, там также идет и местные болезненные реакции, также идут повышения температуры у людей, также это лотерея, кому-то повезло и прошло без побочек, кому-то не повезло и там рука очень долго болело после такой вакцины. Да, мы как-то есть риск с любой из вакцин испытать дискомфорт после вакцинации, но этот риск, я повторяюсь, не сравним с тем дискомфортом, вплоть до летального исхода, как от настоящего заболевания, от COVID-19. то есть получается, что спутник, как ни крути, и спутник, и спутник Ви, это действительно вакцины, которые доказали свою эффективность, высокую эффективность, и они сопоставимы с хваленными пайдерами, модернами и прочими, там, высокотехнологичными, а это говорят, что это вакцины чуть ли не 21 века. Это так. Это действительно высокотехнологии. Вот, но мы пошли немножко другим путем, сделали обходной нормальный герой ход конем, и получилась та вакцина, которая признается не только в Российской Федерации, но и за рубежом, то есть этот сертификат о вакцинации спутником, он очень хорошо действует на множество стран, которые пересекают наши туристы, в отличие пока от других наших доморощенных российских вакцин, насколько я знаю, и Пивак Корона пока не очень-то признается, и только Спутник Ви признается, Ковивак не признается за рубежом, но это не означает, что они прям совсем вот, ну, никак, никак, наверняка. Просто Спутник Ви это коммерческий продукт, то есть он активно экспортируется за рубеж, и государства, ну, и фонды поддержки тратят большие ресурсы на продвижение именно спутника Ви, а Эпивак Корона, Ковивак это продукт для внутреннего рынка, поэтому с ним и не выходят особо на зарубежные агентства по сертификации. Но это не означает, что они плохие. Нет, конечно, просто я говорю, это бизнес. Ну, что ж, мы получили очень развернутые и понятные ответы, и многие страхи и опасения, Альберта Анатольевич, вы развеяли. Я обращаюсь к нашим уважаемым телезрителям от лица всего Казанского Федерального Университета заклинаю, призываю, уговариваю вакцинируйтесь, ревакцинируйтесь, тем самым вы уберете риск тяжелого протекания болезни у себя, вы снизите риск, вы вообще уберете риск смертельных случаев, про которые вы каждый день сейчас читаете, в новостях газет, берегите себя. На этом завершаю нашу интересную передачу и хочу поблагодарить нашего гостя Резванова Альберта Анатольевича, доктора биологических наук, профессора, директора научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины Казанского Федерального Университета, хорошего собеседника и отличного ученого. Спасибо вам огромное. А с вами был журналист Казанского Федерального Университета Альберт Бекбов. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова